В Одессе националисты сорвали концерт Константина Райкина. Группа экстремистов ворвалась в театр во время представления. Многие из них скрывали свои лица. Националисты кричали, что артист из России не должен выступать в Одессе. Райкин покинул сцену. Позже администрация театра сообщила об отмене спектакля. Кстати, пресса писала о том, что перформанс Райкин на Украине собрал хорошие деньги. И ранее его моноспектакли прошли в Киеве и Харькове. Поражает в этой истории сразу несколько вещей. Во-первых, конечно, удивляет, как можно ехать в страну, зарабатывать бабки, об которой ты еще совсем недавно публично вытирал многие. Я напомню, что в 2014 году, после того, когда Крым был аннексирован, Константин Райкин сказал следующее. «Вы думаете, я в какой-то части своей натуры не радуюсь, что Крым стал теперь российским? Да радуюсь, конечно. Когда я узнал, что мы не будем вообще вмешиваться в дела Украины, когда там какие-то начались националистические такие настроения, я первое, что подумал, а как же русские люди, как же русский город Севастополь, который я так люблю. И вообще все, что происходит в Украине, для меня это ужасная рана, потому что я знаю Украину и очень люблю, прежде всего по ее публике, она там такая замечательная, в Киеве такая публика театральная, замечательная, русскоязычная». Вот именно это сказал Константин Райкин в июне 2014 года. Значит, получается, что в Украине начались какие-то такие националистические настроения. А вот то, что Крым стал российским, и Константин Райкин этому очень сердечно рад, это не националистические настроения, это, как говорят они, историческая справедливость. «Человек противоречит сам себе. Противоречит буквально во всем с одной стороны. Он поддерживает отторжение части территорий, с другой стороны он едет в эту страну с протянутой рукой зарабатывать там деньги». По предварительной информации мне удалось узнать, что билет на Константина Райкина стоил 1000 гривен. «Я не знаю, много ли это, но лично я за выступление этого человека не дал бы и ломаной копейки. И вот вторая вещь, которая меня поражает. Не то, что туда ворвались люди и пытались спросить, «Так что, Константин Аркадьевич, вы нам не объясните, чей же Крым? А вот эти самые, сидящие там, растерянные, шарящие по углам, женщины и мужчины, кто они, пришедшие туда, за 1000 гривен смотреть на этого паяца?» Неужели они не живут в своей стране, не знают, что страна воюет, не знают, сколько людей погибает? И удивительно то, что до того, когда этот случай произошел в Одессе, Константин Райкин благополучно выступил в Киеве и Харькове. Получается, что в тех городах все, что говорил Константин Райкин, просто пролетело мимо. И только в Одессе нашла коса на камень. Я думаю, что этот человек, вернувшись в Москву, будет рассказывать, что гастроли в Украине прошли успешно, кроме единственного случая, необузданной реакции со стороны правых радикалов, не нашедшей поддержки среди остального населения русскоговорящих украинцев. Говорят, что основной конфликт состоялся не столько с самим артистом, он, увидев этих людей, тут же покинул сцену и больше на нее не возвращался. Да и зачем ему? Деньги собраны, он благополучно вернется в Москву. А с теми людьми, которые находились в зале, и вот они как раз-таки и показали основной отпор. Тут была и отборная русская брань, и слова типа «надоели вы тут, провокаторы, вся ваша вонючая страна, дайте нам поэзию послушать, мы сюда пришли, не путайте политику с культурой» и тому подобное, и тому подобное. Вот эти люди поражают меня даже больше Константина Райкина. Ну а с Райкиным все будет в порядке, деньги он заработает, вернется в Россию, Крым останется российским, а у Константина Райкина чистая совесть. Наш пострел везде успел.